В Сочи членам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН не только презентовали краснодарский чай, но и обсудили с ними создание условий для наращивания производства и экспорта самого северного чая в мире. Но прежде гостям рассказали о состоянии чайной отрасли края. Министр сельского хозяйства Кубани Фёдор Дерека отметил, что чайное направление социально значимое и экспортоориентированное. В Сочи более 1200 гектаров пригодных для этого земель. По назначению же используется четвертая часть. Для развития отрасли по инициативе губернатора края в регионе принят закон о поддержке чаеводов. Возобновили и господдержку. Мы выделяем субсидии на реконструкцию чайных плантаций до 80%. Также возмещаем до 50% на капельное орошение. Я хочу сказать, что 1200 гектаров, которые находятся на территории города Сочи, они должны быть защищены законом. То есть на чайных плантациях, на чайных пригодных землях должны расти только чайные кусты. Не другие, какие другие деревья, кустарники. Мы наконец-то по поручению губернатора проводили ряд совещаний с чаевопроизводителями. В первую очередь достигнуто соглашение с нашими основными чаевопроизводителями. Подписано соглашение о купажировании чайного листа. Россию в продовольственной организации ООН представляет ассоциация «Росчай-кофе». Именно с ней край пришел к соглашению о том, что со следующего года краснодарский чай будет выпускаться под четырьмя названиями – букет, экстра, высший сорт и первый сорт. Где будет 100% содержание краснодарского чая, 75% содержание, 50% и 25% содержание краснодарского чая. Я считаю, это мы наконец-то за сколько лет сдвинулись с мертвной точки. И теперь наши отдыхающие, которые в год порядка 16 миллионов приезжают нам на территорию Краснодарского края, будут уезжать себе домой с настоящим краснодарским чаем, как когда-то было в советские годы. Для возрождения краснодарского чая в Сочи создан первый чайный кооператив, который пока объединяет исторические чайные хозяйства – Солохаульская и Хоста-Чай. Безусловно, это сложно. Есть разные интересы, есть собственники, но тем не менее чайный кооператив имеет возможность выделять гранты, давать субсидии и помогать тем хозяйствам, которые в этом нуждаются. Дальше мы планируем уже обратиться и постараться подготовить проект по реализации уже торговых мест. Это торговые места, которые позволят присутствовать на полках Черноморского побережья, Краснодарского края. Рынок достаточно жесткий, да, и присутствуют чаи с ценой на полке не более 100 рублей. Конечно, для ручного сбора краснодарского чая, который испытывает не самые лучшие времена, это тяжело. Но тем не менее, то есть шаг за шагом задачу свою выполняем. Сочи – родина краснодарского чая, и для города эта отрасль одна из ключевых. Есть интерес, 16 стран, вполне возможно, кто-то изъявит желание попробовать реализацию чая произвести в своих странах. Правительство поддерживает создание кооперативов, то есть уклон идет на объединение, укропнение, чтобы мелкие производственники объединялись и эффективно могли и получать субсидии, и производить продукцию. Собственно, в чайной отрасли у нас сегодня налицо есть и ассоциация, и кооператив производственные. Осталось набрать обороты и выйти на международные рынки. Представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жан-Лук Мастаки рассказал коллегам об основных тенденциях в мировой чайной индустрии. И отметил, что сегодня потребителю интересны местные сорта чая, выращенные на определенной территории. Чайманам интересна история продукта, где и как он произрастает. Потребителю нужна прозрачность. Имейте в виду, на рынке нужен не только продукт, но и его история. И покупатель сегодня готов платить больше за высококачественный чай. И это плюс для местных чаеводов, в том числе для производителей краснодарского чая. Обсудили участники первого в России межправительственного заседания по чаю и проведения в Сочи главного события чайного мира – Чемпионата мира Ти-Мастерс Кап Интернешнл. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.